Всем привет! Меня зовут Живанова Светлана. Я заводчик кошек породы Пикси Боб из новосибирского питомника Пикси Хаус. Как сделать комфортный перелет для кошки и для владельца? Об этом я вам сегодня расскажу. Обычно владельцы как делают? Вот сюда вот вниз берут обычную, обычную самую пеленочку, кладут вот так вот. Сюда садится кошечка и дверца закрывается. Таким образом они путешествуют. Мы так не делаем, так делать не надо. Мы берем вот такую вот антибактериальную пеленку. Она с ароматом, очень приятно пахнет. Выглядит она вот так вот. Мы кладем ее на дно нашей переноски. Вот так вот. Далее мы туда вкладываем сеточку от туалета, которую мы подобрали. В данном случае у нас вот так вот она встала. Что происходит? Котенок залазит. Даже если он пописит в дороге, он будет сухим. Туалет не будет запаха, как в туалете. Будет очень приятно пахнуть, даже если он сходил в туалет. И это будет комфортно. Но и это еще не все. Нам надо позаботиться о том, чтобы в дороге котенок мог попить водичку. Для этого мы специально купили навесную мисочку. Приделываем ее вот сюда. И она вот так вот встает. То есть сюда наливается водичка и котенок может пить. Но и это еще не все. Чтобы котенок не стрессовал, мы используем средство Мататаби спрей. Просто открываем его и брызгаем несколько пшиков. Мататаби поможет расслабить вашего котенка или кошечку. Таким способом котенку будет очень комфортно путешествовать. Но это еще не все. Обязательно в дорогу надо взять салфеточки. Можно элементарные дешевые платочки взять бумажные и взять пакетики. Они очень-очень легкие. Буквально так вот отрывается. И если котенок покакал, просто платочком экскременты убираете, кладете в полиэтиленовый пакетик, пошли и выкинули. Комфортно, легко и никого не напрягает. Если вы летите далеко, путешествие достаточно длительное, конечно перед дорогой кошку не стоит сильно кормить, чтобы она не какала, не переживала. Потому что на стрессе они очень волнуются. Но с собой возьмите немного корма. У меня вот есть, допустим, вот такой вот контейнер небольшой. В этот контейнер можно поместить мототаби, допустим, такое. Или вот спрей, допустим, чтобы могло расслабить кошку. И взять 10-кубовый или 20-кубовый шприц. Объясню, для чего он нужен. Шприц нужен для того, чтобы если кошка ваша на стрессе и она не пьет водичку, которую вы сюда наливаете, кошку надо поить. Обязательно поить, потому что обезвоживание, оно опасно. Просто сразу побеспокойтесь, налейте сюда водичку. И вот вы, допустим, перелет совершили, у вас какой-то там промежуток времени, перерыв, пересадка. И в это время, пока вы стоите и ждете, попоите кошку и шприца. Я сейчас покажу, как это сделать. Вот опустим ваш котеночек. Вы берете шприц, вот таким вот образом. И вот в эту вот зону, вот в эту вот, да, вот сюда вот между щечек, вот сюда вот наливаете водичку. Котеночек начинает пить. Еще в дорогу возьмите совсем немножко корма. Допустим, если вы очень далеко летите и, ну не знаю, с перелетом сутки, там двое, тогда, конечно, надо взять немножко сухого или влажного корма, который кушает ваш питомец. У меня, допустим, вот есть такой небольшой контейнер. Сюда может поместиться сухой корм. Потом этот контейнер я убираю в тот контейнер, где у меня Мататаби лежит. Вот так вот. Вот. И закрываю. Очень легко. Никого не напрягает. Очень удобно. Я вас уверяю, такая подготовка животных к перелету не сложная, достаточно простая, но просто продуманная все до мелочей. Она не будет вызывать никакого дискомфорта ни животному, ни вам, ни окружающим, в плане того, что если котенок сходит в туалет. Берите все с собой самое легкое, чтобы вам было легко тащить и не напрягаться. То есть отпуску должен быть в удовольствие. Если ваше животное очень-очень стрессовое, и вашему животному не помогают такие безобидные средства, как Мататаби, тогда, конечно, есть другие препараты. Вам их могут порекомендовать в ветеринарных клиниках. Я, допустим, пользуюсь препаратом, который называется Габапептин. Человеческий препарат. Там капсулка разводится в 5 мл воды и выпаивает. Выпаиваем кошки понемножечку. Кошка немножко успокаивается. Почему? Потому что по-любому животное будет волноваться. Даже если она дома мурчит и ходит за вами хвостиком, дорога – это стресс, однозначный стресс. Поэтому надо вот эти вот факторы стрессовые как можно больше уменьшить и исключить. Имеет ли смысл в дорогу брать игрушки? Если перелет, достаточно длительный, то животному будет не до игрушек. Ему достаточно будет того, что вы в переноске побрызгаете Мататаби и все. Этого не надо. Играть вы будете уже там, когда прилетите, освоитесь на отдыхе. Я надеюсь, эта информация была для вас очень полезной. Хорошего вам отдыха и всего самого лучшего. Пока-пока!